Праздничное действие началось с фойе Дворца Губернаторский, где гостей встречали ходулисты, мимы в ярких костюмах, живые статуи. А на втором этаже зажигал академик-бэнд. Работали фотозона «Брау Маэстро», пространственная фотовыставка с лауреатами премии. Рядом перформанс организовали художники шоу-группы «Игнис». Позже гостей ждал концерт «Портрет вдохновения» в честь Дня работников культуры. С профессиональным праздником деятелей культуры поздравил губернатор Алексей Русских. И я очень рад возможности в очередной раз выразить вам благодарность. За профессионализм и подвижничество, за любовь к своему великому делу и высочайшую ответственность. За понимание важности стоящих перед собой задач и умение находить их решения. Мне очень приятно, что в настоящее время наша региональная культура находится на подъеме. Продолжила торжество церемония вручения 16-й областной межведомственной премии «Браво маэстро». В этом году лауреатом специальной премии «Маэстро» стал Виктор Овчинников, заслуженный работник культуры России, хормейстер народного коллектива, ансамбля русской песни «Лесия песня» из Меликевского района. Так получилось, что Виктор Филиппович приехать не смог. Вместе со своей супругой он находится в госпитале рядом со своим сыном, который получил ранение в зоне проведения специальной военной операции. Премия «Браво маэстро» состоит из 10 номинаций, которые носят имена выдающихся деятелей культуры и искусства и одной спецпремии. Победители получили денежные премии в размере от 15 до 25 тысяч рублей. Среди них и руководитель народного коллектива духового оркестра, творца культуры Руслан Александр Князев. Я здесь, в Ульяновске, с 85-го года и, собственно, коллектив с этого года. Конечно, это самодеятельность, он постоянно меняется, но занимаются, естественно, таким тяжелым жанром. Сейчас только большие любители патриоты своего рода. В этом году появились две новые номинации – «Семейные династии» и «Хранители традиций». Первую приурочили специально году семьи. «И сегодня мы впервые будем чествовать династию. И очень приятно, что в этом году это династия Корниловых. Очень приятно. Я думаю, что все прекрасно знают семейную пару Евгения Александровича и Ольгу Анатольевну, их замечательных детей Татьяну и Надежду. И теперь уже и мужей замечательной Татьяны и Надежды. И это на самом деле династия, которая трудится здесь, в Центре народной культуры, очень долго. Династия Корниловых делает детей счастливыми в прямом смысле слова, потому что возглавляют коллективы «Счастливое детство» и «21 век». Новая специальная премия «Хранитель традиций» носит имя Михаила Гершоновича Матлина, преподавателя, заслуженного работника культуры Ульяновской области. Этой наградой была отмечена заведующей Акшуатским историко-этнографическим музеем имени Поливанова Вера Петровна Фомина. Сохраняя все, что связано с именем общественного деятеля мецената Владимира Поливанова, именно она занимается сохранением такого промысла в Акшуате и в нашем регионе, как лоза плетения. Кроме дипломов и сертификатов, всем лауреатам через волшебное зеркало на экран был выведен портрет вдохновения. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ